а это гимн феодосии под него встречают давайте немножко послушаем а Всем привет, дорогие друзья! И мы сегодня с вами встречаем поезд номер 163 Москва-Фиатбосе. Уникальность этого поезда в том, что он двухэтажный. И вот в дневное время мы видим этот поезд, идущий по мосту. Ходит еще один двухэтажный Москва-Симферополь, но тот идет ночью. И ночью практически ничего не видно, чтобы заснять его во всей красе. Ну и посмотрите, сколько. 8 вагонов в поезде, 7 вагонов и вагон-ресторан. Это я уже узнал позже. Мне удалось снять его с трех точек. Сначала снял здесь, и через время я успел доехать до Феодосии и встретить его прибытие на жизнедорожный вокзал города Феодосии. Ну и вот еще такой уникальный кадр, тоже прямо в этом же ролике удалось снять. Посмотрите, встречу двух поездов дизель, поезд Керч-Анапа и поезд, скорый поезд Москва-Феодосия. Ну вот я уже неоднократно говорил, и сейчас еще напомню. Время отправления 14.50 с Казанского вокзала, 27 часов в пути и прибытие в Феодосию, 18 часов 10 минут. Ну посмотрите, как в горочку идет, дымит. Это вот карки он сейчас подвигается. Но пока вы смотрите такие кадры, хочу напомнить вам, чтобы все подписывались на Яндекс.Дзен. Повеселее подписываться прошу на YouTube, на RuTube. Ну и спасибо всем, кто помогает мне в передвижениях по Крымскому полуострову для съемок видео. Ну и вот смотрите, пересекает наш поезд арки, по аркам проходит и двигается в сторону остановки. Первой остановки на Крымском полуострове, это Керчь, Керчь-Южная. 5 минут там стоит. А так он вообще вот 1831 километр за 27 часов преодолевает. Ну и самые основные остановки у него продолжительные, это Тамань, 30 минут, где смена локомотивной тяги идет. И в Владиславовке 35 минут, там смена, ну не смена, а смена направления. То есть этот же локомотив, тепловоз перецепляется на другую сторону, чтобы ехать вот до Феодосии. Там еще 12 километров. Ну вот такая вот красота на мосту, а мы с вами передвигаемся с западной на 100 километров в Феодосию. Друзья, сегодня мы находимся с вами в Феодосии и ждем двухэтажный поезд Москва-Феодосия, который прибывает в 18.10. Событие неординарное и поэтому сейчас мы пока ждем, поснимаем немножко. А сейчас я нахожусь возле дачи Стамбулик. Будут приводить в порядок дачу табачного магната, который уехал в 1915 году, построил в 1915 году. Ну а когда началась революция, он ее не принял и уехал на запад. Вот она дачка эта, у меня даже видео есть, я ее освещал, уже летали мы здесь и рассказывал ее историю. Кто хочет посмотреть, найдите там в описании. А это вот проспект Айвазовского, сейчас пока туда пройдем, вон электричка идет, посмотрите. Как классно. Вот она, про два. Довольно экзотическое здесь вот участок железной дороги, прямо идет вдоль набережной. и заходит на железнодорожный вокзал в Феодосии, а дальше порт Феодосийский. Было сделано очень удобно. Говорят, вот в свое время, когда строили этот отвод при царе еще, именно Айвазовский пролоббировал, как можно сейчас сказать модно, вот это ответвление до Феодосии. Так что вот такая вот здесь ситуация. Ну давайте пройдем, пока поезда еще нет, еще где-то часа полтора до него, в сторону набережной. Посмотрим, как народ гуляет и отдыхает. Еще одна электричка, вот о чем я и говорил, что они здесь довольно-таки часто ходят. Давайте красивый кадр сейчас попробуем заснять. Вон она переезд проезжает. И мы с вами сейчас, вот посмотрите, как все здесь зелено. И вот посмотрите, шли по набережной и уже мы с вами на железной дороге. Смотрите, какая красота. Это у нас Ра-3. Едет она здесь не быстро, потому что туристическая зона, мало ли. Постоянно будит. Эх, красота да и только. Видите, пошла потихонечку. Отсюда ходят, вот мы видели с вами Ра-2 пошла. Это скорее всего такие Ра-2, они идут на Керчь. Хотя отсюда вот много сейчас направлений идет и на Керчь, там с пересадкой до Анапы и в Джанкой, Армянск, Симферополь. А путь один. Вот здесь цветочков сколько мы сажали, знаете. Вот такие беседочки здесь. Розы. И вот там уже у нас вокзал феодосийский. Посмотрите, какая красота. Боже мой, эти песни еще поют. Офигеть. Я возвратился в 90-е. Вся лучи ночного цвета. Так само случилось вдруг, что слова сорвались зуб. Закружила голову гмельную. Ах, какая женщина. Какая женщина. Вот так, дорогие друзья. Ах, какая женщина. Какая женщина. Именно такую. Получуя по собою. Здесь набережная заканчивается. Вот там переезд. Светофор. Сигнализация стоит. Ну, люди переходят дорогу. И вон железнодорожный вокзал. Видите, как все здесь компактно. Все сделано. Музей Вязовского. Вон у нас галерея. Под лесами стоит. Закрыто. Идет реконструкция. Реставрация. Уже, по-моему, не первый раз. Теперь ждем поезда. Снимем его. Пройдем. Попробуем пройти в само здание вокзала. Кстати, на некоторых массовой печати появлялись сообщения, что у кого нет проездных документов, в здание вокзала и на перрон не допускаются. Правда, потом Крымская железная дорога опровергла это сообщение. Но в связи с угрозами там со всякими, именно вот что осталось, провожающих не пускают в вагоны. А так вроде на станцию вокзала и на перрон пускают. Ну, собственно говоря, мы с вами это сейчас и проверим через несколько минут, когда придет поезд. Все, ждем поезда. Ну и вот, дорогие друзья, теперь мы с вами уже в Феодосии. Как вы видели, прошлись по набережной и встречаем поезд. И первая точка съемок это Межениновский мост, который построен был в 1892 году, в год открытия железной дороги до Феодосии. Мост получил название в честь его создателя, инженера железнодорожных путей Николая Павловича Меженинова. Самый старый, самый такой мост, который сохранился до наших дней практически в оригинале. И вот с него где-то одна из любимых локаций снятия видео прохода поездов, Ра-3, Ра-2, очень много людей. Именно вот с Межениновского моста снимают. Здесь рядом дача Стамбуле находится, и этот мост предназначался для перехода от дачи Стамбуле, когда художник у дачи там была еще, но сейчас не сохранилась она. И вот он замедляет ход, посмотрите, потихонечку под мостом проходит. Соответственно, были тесты перед тем, кто запускает движение, тестировали. Ну и вот все нормально проходит, и он двигается. Это сейчас он до середины, где-то июня будет ходить раз в три дня, а затем увеличит частоту. Практически каждый день будет ходить, и будут чередовать составы двухэтажные и одноэтажные. Ну и со временем скоро запустят еще один новый маршрут, Санкт-Петербург, Феодосия. Так что вот расширяется география поездов, прибывающих в Крым. Вот на Феодосию тоже вот из Москвы, из Санкт-Петербурга ходят поезда. Вот проследовал он Межениновский мост. Ну а мы с вами быстренько сейчас перебегаем еще на одну точку и встречаем его с другого тоже не менее красивого ракурса поезд Москва-Феодосия. Вот он скрывается сейчас за поворотом, двигается еле-еле, потому что здесь очень много людей ходят и ждем. Так, дорогие друзья, включилась сигнализация. Я здесь вот заслушался, поет песни музыканты. И вот она сигнализация, слышите, трещит. И сейчас должен показаться поезд номер 163 Москва-Феодосия. Время в пути поезда 27 часов. Расстояние, протяженность маршрута 1831 километр. Двухэтажные вагоны. Если я правильно посчитал, когда он по мосту шел, я снимал его. Ну вот я успел и Феодосию заехать. То было 8 вагонов, раскрываю вам тайну. Вот сейчас с этого места снимем, а затем попробую пройти на вокзал. Как я уже говорил, была информация, что без билетов на вокзал не выпускают. Но затем ее опровергли. Вот мы сейчас с вами и проверим это. Время прибытия поезда 18.10. Сейчас 18.06. Отправление из Москвы, из Казанского вокзала. 14.50. Вот он на Ивазовского 5 минут еще стоял. Техническая остановка. Но пока что-то я не вижу его. Вот он, вот он появляется, дорогие друзья. Смотрите, какой красавец. ТЭП-70БС тянет его. И вот он потихонечку, потихонечку прибывает. Довольно-таки знаковое событие, дорогие друзья. Поезд 163 двухэтажный. В прошлом году мы его встречали. Также вот 1 мая, по-моему, он приходил. Видео набрало больше 200 тысяч. А сейчас 339 ТЭП-70БС прибывает. Двухэтажные вагоны. Вот такой красавец, дорогие друзья. Прибывает на железнодорожную станцию. Вокзал Феодосия. Я даже не посчитал, сколько вагонов. Давайте развернемся в другую сторону. Теперь посмотрим. Все вагоны двухэтажные. И один тепловоз. Видите, хватает, чтобы энергоснабжением обеспечить все вагоны. Они ведь от электричества все. И вот он, последний вагон. Вот так. Четко по расписанию приходит. Ну давайте пройдем теперь к железнодорожной станции. Я вот напротив галереи Айвазовского встречал его. А это гимн Феодосии. Под него встречают. Давайте немножко послушаем. Музыка. 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 Ну что, как видите, дорогие друзья, пропустили без проблем, без билета и вот смотрим, сколько народу прибыло в Фиандусе, 1, 2, 3, 4, 5, посчитаем потом, сейчас некогда. Вот такая ситуация, вот он двухэтажный, посмотрите. Открыли выход возле вокзала и вот там еще один выход, здесь с таким поворотом, поэтому сразу не увидишь. Мы идем от хвоста в сторону головного вагона и вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот он ресторан даже есть здесь, вагон ресторан, вот телевидение снимает и вот люди выходят в шестой вагон. Вот посмотрите, время 14 минут 7, 18.10 по расписанию, но пока я дошел от галереи Айвазовска, вот как раз это время и прошло. Да, 8 вагонов получается и плюс 1 ресторан, 9. Ну вот, дорогие друзья, такое событие, сегодня у нас 29 мая 2022 года и двухэтажный поезд Москва-Феодосия прибыл на вокзал. Будет он ходить раз в три дня. Вот так. Вот он, электровод стоит. И пиджа оцепляет. Видите, как мы застали. И поехал. За снимем момент. Вот такой получился у нас сегодня ролик, дорогие друзья. А я на этом буду заканчивать. Еще раз хочу вам напомнить. Не забывайте подписываться на Яндекс.Темс и на Ютуб и на все остальные каналы. И спасибо всем, кто помог мне в создании этого ролика. Всего вам хорошего и до новых встреч в новых роликах. Вот он расцепился, он его подключили уже, наверное, к энергоснабжению, к автономному. А там он РА-3 стоит. Вот так. Вот уже шел к машине, вижу. Сам тепловоз уезжает, скорее всего, на Айвазовскую или на Разминовку. На другой путь. Вон он идет. Который притащил состав Москва-Феодосия. И вот он уже уезжает. Интересно, куда. Вот, останавливается, наверное. Да. Вот он остановился. Сейчас стрелку переведут. И он с этой стороны прицепится. И в 21 с копейками пойдет обратно. До Тамани. Там его отцепят и прицепят ЭП-20. Вот такая ситуация. Все, как быстро делается, видите. Продолжение следует. Продолжение следует.